Всем салют дорогие друзья, с вами опять я Айка, это означает, что вы на канале Хука Тайм и сегодня вас ждет очередной обзор. Он будет посвящен всем самым интересным новинкам кальянной индустрии, но также мы поговорим о захватывающих новостях нашего рынка и не только. Погнали! Кстати, все новинки сегодняшнего обзора уже есть в наличии в нашем роскошном онлайн-шопе. Удобная навигация, низкие цены, бонусная система, офигенный ассортимент, короче, дикий стиль, поэтому ссылка будет самая первая в описании. Дождались, дорогие друзья. Друзья, самый крупный производитель без табачки, Бруск, он наконец-то сделал свой табак. Вот такой бокс они мне прислали. В палитре 23 вкуса некоторые, я уже отправил на забивку, чтобы мы сейчас попробовали. Давайте выведем список вкусов на экран. Вы увидите, что это достаточно классические вкусы без извращений. Фасуется он пока что в 25 грамм и только такая фасовка пока что. Цена будет на экране. Я думаю, что ребята сделали только лишь такую фасовку в маленьком размере, потому что хотят прощупать рынок. У них, мы знаем, без табачка пользуется спросом хорошим и, в принципе, это за свои деньги отличная без табачки, чтобы ее вкидывать в миксы. Или дешево тупо курить кальян. Сейчас мы проверим, как табак себя будет вести. Пять интересных вкусов я отправил на забивочки, я уже повторюсь во второй раз. Короче, вот такой концепт. Давайте посмотрим на дизайн упаковки. Дизайн достаточно выдержанный. Просто черная баночка с золотой надписью «Бруска». Если прям трогать, то здесь ощущается рифление в виде какой-то чешуи змеи или что-то такое. Или какой-то рептилий. В общем, какое-то такое тиснение. Это 3D-лак, я полагаю, или что-то типа этого. В общем, банка смотрится достаточно выдержанно, достаточно стильно, без излишек. Правда, вот я не пойму, почему на боковине нигде нет названия вкуса. Я вот смотрю, и на боковине действительно нет названия вкуса. Только вот сверху вот так вот. Гранат. То есть, если в магазине выкладывать продукцию, например, вот так, друг на друга, то не очень понятно, какой здесь вкус. И нужно каждый раз банку переворачивать. Поэтому нужно, на самом деле, сбоку им будет нанести тоже название вкуса, чтобы людям было более понятно сразу сбоку. Потому что в магазинах, вы представляете, скорее всего, табак будет куда удобнее выкладывать вот так на полке, нежели вот так. Ты же не тупой, он же будет у тебя крутиться, вертеться. Поэтому здесь нужно сделать название сбоку. У «Бруска» очень крутой маркетинг. Я не знаю, почему они решили не наносить название вкуса на боковину банки. В общем, решение очень странное со стороны маркетинга. Но в целом, сочетание черного, белого и золотого – это всегда выигрышное сочетание. Сто брендов, а то и больше уже используют эти сочетания. Что-то я тупо сказал, ну ладно, оставляй. Короче, дофига мы уже раз видели это сочетание цветов в брендах. Это всегда стильно, круто, и в целом у них выдержано все. Но непонятно, почему на боковине нет надписи названия вкуса. Это очень неудобно не только при выборе, да, там в магазине кальянном табака, но и в работе. Ты же тоже в работе хранишь табаки вот так, а так как пока большой фасовки для хорики нет, то придется работать с маленькой фасовкой. А с маленькой фасовкой ты, опять же, не сразу при заказе сможешь понять, где у тебя какой вкус. Да, тебе надо будет каждый вкус брать, перебирать, тратить на это время. В общем, не очень продумано для хорики, но типа для ритейла тоже. В целом, я думаю, что они все это исправят. Бруска – это такие ребята, которые начинают и потом закрывают свои какие-то пробелы, допиливают, доделают продукт. Здесь тоже самое. Решили зайти с маленькой фасовки, чтобы почувствовать рынок, почувствовать спрос. Если они этот спрос увидят, скорее всего, они будут делать большую фасовку для кальянных и для заведений. В общем, ждем 5 чаш, сейчас они придут, мы их прокурим и дадим фидбэк по крепости, жиростойкости, вкусовщине, насыщенности, комфортности курения. В общем, итак, мы забили 5 вкусов, сейчас по очереди все попробуем. Первый вкус, который я пробую – это малина. Такая достаточно натуральная малина, кислая, практически без сладких нот. Похожа вот именно, знаете, на бабушкину малину такую. Даже немного, возможно, неспелую по вкусу. Дискомфорта я не ощущаю никакого, крепости, в принципе, тоже. Ну, я вообще крепко курю, но этот табак, мне кажется, только стремится, возможно, к средней крепости. Но для меня он остается, по первым впечатлениям, пока что в рамках легких табаков. Давайте пробовать следующий вкус – это ореховая капучино. Я не любитель вообще кофейных вкусов, скажу честно, решил попробовать, потому что когда-то, когда-то один вкус латте от чербетли мне очень сильно зашел. Я вот его использовал исключительно в кофейных миксах. Решил попробовать, посмотреть, насколько это похоже – не похоже. Много сливочности здесь, мало кофейности, ореховость я чувствую абсолютно на послевкусии легком. Поэтому, если малина курилась приятно, этот вкус курицы не очень приятный, как по мне. Давайте пробовать следующий вкус. Что там, где там, вот это. Это у нас, это был десерт с корицей, по-моему. Ну, ничего страшного, мы без баночки разберемся. На самом деле здесь классная вкусная корица, но такое ощущение, что не хватает сдобности, не хватает именно вот этой яркости, сдобы, вкуса. Поэтому это больше такой коричный, что ли, ярко выраженный вкус. Мне он, как десертный вкус, скорее всего, не понравился, нежели понравился. Но корица здесь приятная, стоит доработать. Давайте дальше. О, а дальше у нас дыня с арбузом. Это классика всех заведений Чайхана и всех кальянщиков из Средней Азии. Это их самый топовый микс, давайте попробуем. Ну, вы понимаете, да, это вкус чисто масс-маркет. Нет, поэтому важно, чтобы здесь не было ацетоновых привкусов. Блин, я даже не попробовал, только сказал об ацетоновом привкусе, и у меня, знаешь, сразу вот это першение в горле началось. Надеюсь, во время курения этого не будет. Давайте проверять. Кстати, нет. Ну, это очень банальное сочетание, но курица оно приятно, нет никакой химозности, нет никакого ацетонового привкуса. В целом, в целом ок, классный вкус. И курица, кстати, достаточно насыщенная. Я думал, будет хуже. Как ни крути все-таки, да, я южанин, мне все эти вкусы близки по духу. Следующий вкус, который мы попробуем, и он крайний, это чай с бергамотом. Во! Я надеюсь, что это будет терпко. Надеюсь, что будет терпко, как у Эрл Грей. Надеюсь, что не будет что-то типа, знаете, просто легкий черный чай с легкими нотками бергамота. Вот Эрл Грей от Нахлы был как надо, терпкий, яркий, насыщенный и крутой. Надеюсь, что здесь будет так же. К сожалению, не так же. Однако, вектор вкуса правильный. Здесь больше именно бергамотовых нот, нежели чайных, да, и чайный привкус то, что нужно. Он прям вкус черного чая передает. Однако, не хватает терпкости, как по мне, для того, чтобы этот вкус прям всеми своими яркими красками заиграл. Да, по крепости все-таки этот табак только стремящийся к средней крепости. По сути, он на самом деле для меня легкий. Вкусы курицы без дискомфорта. Они не химозные, не все удачные, но это как бы субъективно мое мнение, это вкусовщина, вы понимаете. Я его на самом деле уже ранее курил. Курица, он достаточно неплохо, вкус держит порядка 40 минут, прям активно, потом начинает идти на спад. Но, в целом, за свои деньги это неплохой продукт. Здесь больше нужно учитывать то, что Бруско это компания, которая всегда совершенствует свои продукты и не останавливается на достигнутом. Поэтому, я предполагаю, что они все-таки будут дорабатывать, а здесь есть что дорабатывать во вкусовщине, как по мне. Но, надо иметь в виду, что это новый игрок на рынке. Попробовать его стоит, потому что это, в принципе, крупный большой игрок. И отписать, дать комментарии во всех соцсетях. Я знаю, что они анализируют рынок, анализируют фидбеки и на основе этих фидбеков совершенствуют свои продукты. Пока что это надо дорабатывать. Я делаю такой вывод, но вектор неплохой. Я бы, вот из минусов, еще бы отметил скучность палитры. Палитра у них достаточно обыденная, достаточно классическая. В 2022 году хочется чего-то интересненького, чего-то навороченного. Потому что мы все это уже много раз пробовали, курили. И у всех уже есть свои топы от других производителей этих мановкусов. Конечно же, можно занимать, пытаться эти ниши с конкурентами. Но я бы предпочел делать что-то неординарное. Что-то клевое, интересное, новое. Еще одна прикольная новость. Ребята из Бруска начали производить свои лимонады. Вообще, я считаю, что это очень круто, когда кальянные производители пытаются выйти за рамки нашей индустрии. И начать производить что-то для всех. Вот такой лимонад, он со вкусом скитлс. Я полагаю, что некоторые вкусы этих лимонадов повторяют их вкусы без табачки из основной линейки. У меня здесь три вкуса. Это как раз-таки скитлс, яблоко с вишней и мохито. Что ж, давайте попробуем один скитлс. Он хоть и с сахаром, но я все-таки сделаю пару глотков. Посмотрим, что он по вкусу. Лимонад, в принципе, вкусный, но не очень похожий на скитлс по памяти. Ну, в целом, 100 рублей стоит такой лимонад. Мне кажется, за лимонад это дорого. За 100 рублей. Но импортозамещение уже происходит, мы видим, да? Пепси с колой скоро покинут наш рынок. И Бруска тут как тут, типа. Да, ля. Ну, молодцы, в принципе, да, это круто. Что ж, поехали дальше. Следующая новинка, о которой мы поговорим, это кальяны от компании Миша. Это новый бренд. Это подбренд компании Альфа Хука. Как показала, в принципе, тенденция, кальяны с каждым годом становятся все бюджетнее и бюджетнее. И Миша не стала исключением. 4490 рублей в розницу стоит вот эта шахта. Мне лично кажется, что ребята не стали включать вот эту модель кальянов в свою основную линейку Альфа Хука и сделали дочерний бренд, чтобы просто не удешевлять, да, весь бренд Альфа Хуки концепцией кальян-палок. Они, мне кажется, сделали правильный выбор, сделав отдельный бренд, потому что Альфа Хука тогда останется концептуально продуктом из среднего сегмента кальянов, да, а это будет дешевый сегмент а-ля. Мне кажется, это, в принципе, верное решение, потому что они так разграничили два своих бренда по ценовой категории. Упаковываются, кстати, вот эти кальяны вот в такие вот коробочки. Форма в стиле Альфа Хуки, конструкция та же нам знакомая и понятная. И внутри вот так все уложено аккуратно, в принципе, для транспортировки. Скажу честно, скажу честно, такой концепт упаковки мне не нравится. Я уже Антону в обзоре говорил, когда мы делали обзор на завод Альфа Хуки, а там эти коробки попались мне на глаза. Я спросил, что это, он мне ответил. Я сказал, что этот дизайн абсолютно ужасный. Ну, это мое субъективное мнение, мне очень не нравится вот эта наляпистость. Я вообще приверженец минималистичного стиля, да. Мне очень нравились коробки Альфа Хука, просто черные с значком вот этим X. Круто смотрелись, конечно же, их рисованные коробки вот эти с дракошами и прочими штуками, потому что это было круто нарисовано. А это какая-то тяп-ляп, как по мне. Но сейчас я знаю, что это типа стильно. Многие такой стиль практикуют и картины рисуют, и оформляют помещение, заведение. Мне это не очень нравится, но они выбрали вот такую стилистику. Но, тем не менее, вот так все уложено. Основание из полиацеталия, внутренние части из нержавейки, накладка, я полагаю, это просто покрашенный алюминий. Погружная часть шахты. Кстати, у диффузора здесь есть три вариации использования. Может быть классическая тяга, может быть классическая диффузорная тяга, а может быть тяга суперклассическая. Здесь диффузор вкручивается до конца вверх и делает диаметр вашей шахты где-то в 5 мм. Ну, то есть, это очень тяжелая тяга. Я не знаю, зачем это они сделали. Видимо, есть любители, которым нужна такая очень жесткая тяга. По-моему, бред, потому что можно просто открутить нахрен диффузор, да, и просто залить вот столько воды, и у тебя будет очень тяжелая тяга. Мунштук маленький, кстати, очень в руке такой, очень маленький. Немного некомфортный. Я бы сделал его чуть покрупнее. Но, в целом, размер-то не главное, вы все это знаете. У них очень интересное блюдце. У этих моделей кальянов действительно клевые блюдца за такой прайс. 4,5 тысячи это не у блюдца, а это действительно блюдца с интересной формой, с интересными нанесениями и гравировками, брендированием, кастетом, ножами, бутылками, и, в общем, чем-то еще. И вот таким прикольным брелочком. Это балаклава с ушками медведя. Ну, в общем, такая вот приколюха. Это вот эти мелочи, на самом деле, да, вот эти нанесения, вот эти необычные формы блюдц, эти брелочки, это как-то вот более-менее еще закрывает концепт кальян-палок, да, и делает его действительно симпатичным и интересным. Теперь давайте о минусах этой шахты. Самый явный, главный минус, который бросился мне сразу же в глаза, это... Не, блин, мой желткий коннектор. Нет. Это оринги. Здесь, по-моему, оринги. Здесь натуре оринги. Оринги, наверное, много раз от меня слышали, это самая непрактичная херня, которая может использоваться как инструмент для того, чтобы присоединять шланг к коннектору вашего кальяна. Потому что оринги со временем все равно они стираются, идут по одному месту, и у тебя там, скорее всего, со временем будет сифон. Мне кажется, это не очень правильное решение. У Альфа Хуки невероятно крутые магнитные коннекторы, вообще очень крутые. Но, мне кажется, в этом и вся суть, да, разделение как раз-таки вот дешевого сегмента и дорогого. Хочешь, чтобы у тебя был магнитный коннектор, крутой там, все навороты приколюхи, то вот бери Альфа Хуку. Хочешь попроще, вот бери типа Мишку. Вот этот вопрос, самый главный камень преткновения касаемо долговечности этого кальяна. Да, если, например, все остальные детали я знаю и уверен, что они долго прослужат, основание из поля от стали и все детали, контактирующие с водой из нержи, то вот насчет этого у меня есть легкие сомнения, если честно. И еще один, ну это не то чтобы минус, я скорее немного придираюсь, просто я помню, что в комплектации Альфа Хуки были, знаете, такие мягкие, приятные софт-тач шланги и уплотнители. Здесь же шланг немного более дубовый, даже вот так видно, как его шатаю, он на самом деле такой покрепче, погрубее и софт-тач не такой качественный. Но, а что вы хотели за, блин, четыре с половиной тысячи рублей? Это сколько, баксов 80, да, сейчас? Это два часа работы психотерапевта, по сути. Поэтому за эти деньги, в принципе, это достойная шахта в сегменте кальян-палок. Вот так вот я считаю. Кстати, мы еще и на самом деле хотели бы разыграть вот одну вот такую коробку с кальяном, в общем, мы обязательно сегодня разыграем красивую, полную, поэтому все подробности розыгрыша будут в конце этого ролика, вы сможете попробовать его выиграть. И это еще не все, дорогие друзья, обратите внимание теперь вот сюда, вот. Да, это его большая версия, это, скажем так, пахан. Если Rebel, это уменьшенная версия, то Revolte, так называется эта модель, это большая версия. Кстати, Rebel переводится как бунт, а Revolte переводится как восстание. Мало ли кому-то интересно. Вот такой вот концепт, все примерно идентично, все похоже, просто в укрупненном виде. Давайте посмотрим, как это дело курица. Оно курица на самом деле одинаково, что тут, что там. Ох! Но есть одна очень прикольная особенность вот у этой модели шахты. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Здесь отличительная продувка. Если здесь продувка производилась из вот этих вот отверстий в основании шахты, откуда исходит верхняя часть, то здесь продувка производится непосредственно, скажем так, вдоль всей шахты. Это, в принципе, самая главная, отличительная черта этих двух моделей, помимо размера, что здесь вот такая более привычная, скажем так, для концепции альфа-хук продувка, да, вдоль шахт. Что я могу сказать по этому бренду? За 4,5 тысячи и за 5,7 тысячи это очень приемлемый кальян-палки с интересными фишками, интересной концепцией и подачей. Кстати, почему Миша? Все на самом деле очень просто, дорогие друзья. Все мы знаем стереотип всемирный, что в России по улицам ходят медведи. Так вот, ребята, короче, не стали с этим спорить, утверждением, а решили нафантазировать свою вселенную, да, где вот этот персонаж в виде медведя в балаклаве как раз-таки борется со всеми этими клише, со всеми этими ярлыками, и это, грубо говоря, какая-то особенность этого продукта. Вот такая вот странная концепция. Я ее не до конца понял, видимо, это какой-то такой глум, да, вообще, в принципе, над вот этим клише, что в России по улице ходят медведи, но, тем не менее, вот такая вот концепция была в истоках зарождения этого бренда. Забавно, не скажу, что я прям углубился и понял, но, видимо, дешево и сердито должно быть просто и понятно. Кстати, вот упаковочка Ури Волт, мне кажется, куда более выдержанная по стилю, куда более симпатичная. Здесь есть какой-то закос под Луи Вютон, но, в целом, мне кажется, это куда более правильный вариант упаковки, нежели вот этот. Я могу ошибаться, напишите в комментариях, какая из упаковок вам больше нравится. Мне кажется, что вот эта черная, вот с такой вот надписью, она выглядит куда круче. Также ребята решили в своей линейке выпустить еще пару интересных аксессуаров. Я сейчас покажу. Во-первых, это вот такая колодка, называется она «Сковородка». И вот в чем прикол? У нее, короче, двойное дно. Это уже сделали ребята из Вата Кипер, но это не мешает остальным производителям брать этот лайфхак и исполнять его в жизнь. В общем, здесь разные сетки. Есть вот такая просто обычная сеточка, да? А есть вот такая с логотипом Миши. Их вот этого чувачка в балаклаве. Зачем нужно второе дно? Я думаю, вы все понимаете. Если у вас когда-то от угля откалывался небольшой горящий кусочек и попадал прямо в чашку, то вы, конечно же, сразу чувствовали дикую гарь при курении. Так вот, второе дно поможет этого избежать. В общем, вот такая колодка. Хотел тоже показать. Но это не самое крутое. Самое крутое это вот эта херь. Такая. Прикиньте, она нужна действительно. И это называется «Угрил». Да, это «Угрил». Я покажу, в общем, сейчас, для чего это и как это можно использовать. Вообще, вот конкретно у этого аксессуара очень забавная история возникновения. В общем, в компании Альфа Хука есть один маркетолог по имени Арсений. И как-то раз он выдал, что он заебался, мол, разжигать угли на природе, где нужно постоянно что-то искать, чтобы разогреть. А если еще и на пляж приехал, там вообще нихуя этого нет и вообще не разогреешь. А еще он жалился на то, что покупатели Альфа Хук писали постоянно, типа, в техподдержку, что вот я угли разжигал горелкой на блюдце, и у меня краска сошла. Замените мне, типа, блюдце. Ну, конечно, блядь, краска сошла. Знаешь, какая температура горения на конце пламени у горелки. В общем, поэтому они придумали вот эту хрень. И давайте посмотрим, как это работает. Здесь есть инструкция. Ну, и, собственно, получается вот такая удобная конструкция для разжига углей на улице. Арсений, в принципе, молодец. Годная хрень. Только вот есть одна особенность. Раскладывается и складывается она примерно 16 раз, поэтому лишний раз лучше этого не делать. Короче, не переусердствуйте. Следующая новость. 18 июля в Париже в кальянной Чича произошла перестрелка. Там два человека сидели и курили кальян на веранде. Еще двое подъехали на автомобиле. В районе полдесятого вечера вышли из него. Один из них был с пистолетом, а второй с автоматом Калашникова. Ну, в общем, и они расстреляли этих ребят. По-моему, один человек погиб. Еще четыре получили ранения. То чувство, когда друзья пошли в кальянную и не позвали тебя с собой. На самом деле, это жесть самая жестокая. Интересный факт. Человек, который был с Калашниковым, был подстрелен в голову, но тем не менее выжил. В общем и целом, дорогие друзья, перестрелка в кальянной это всегда отстой. И что ты думаешь по поводу этого инцидента, оператор? Европа самая безопасная страна. Страна Европы. Самая безопасная имена, наверное. Ты решил подключить патриота, короче, в этот разговор, да? На самом деле, ситуация из ряда волн выходящая. Я даже не представляю, в какой ситуации нужно приехать и расстрелять чуваку. Наверное, скорее всего, у них были какие-то личные терки. Вряд ли. Кальян стал камнем преткновения в этом конфликте, типа, да? Вовремя не передал мудшину, да? Поэтому, в общем-то, такая ситуация произошла. Круто, что как можно меньше людей умерло от рук этих придурков. Всего лишь одна жертва. Но и то, что эта жертва есть, это супер не круто. В кальянной должен царить мир и покой. Запомните, если вы хотите пойти начать стрельбу в кальянной, это самое плохое место, где можно это затеять. Для этого есть тиры всякие, да? Покупай себе охотничью лицензию и вот там вымещай свою злобу. В кальянной стрелять не стоит. И зови всегда своих друзей с собой на покур. А то мало ли, что ему в голову возбредет. Следующая новинка, о которой мы поговорим, это вот эта вот банка с черной вот такой вот внутри смолой. Вообще-то не совсем смола. Давайте объясню. Пока что этого нигде нельзя встретить. На полках магазинов этого нет, цены этому нет, названия этому нет. Делают это ребята из компании Догма. Эти ребята, если что, угорают по сигарному сырью. В чем суть? При добавлении вот этой миласы в вашу забивку, она немного в теории должна снизить крепость, убрать лишний дискомфорт, если, например, ваш табак ТХ, уравнять уровень кислотности в нем, упить лишнюю химозность. Если, например, у вас вкус действительно такой химозный, знаете, обычно ананасы бывают такие немного ацетоновые по вкусу, дыни бывают, немного такие химозные тоже по вкусу. В общем, видимо, эта штука должна как раз-таки сглаживать углы вот этой химозности. Но не только, она еще придает легкий оттенок сигарных нот вашей чашке, видимо, потому что это как раз-таки миласа, которая использовалась при варке табачного сырья. В общем, безотходное производство решили сделать, ребята. На самом деле, давайте попробуем понять, насколько это действительно будет работать. У меня вот здесь забит микс ананаса и кокоса от Сатира. Буду откровенен, ананас у Сатира не самый прям вау. Он, даже скажу так, не очень приятный по курению, немного ацетонит, поэтому я решил его здесь взять в основе в этом миксе. 70 на 30, 30 кокоса, 70 ананаса. И сейчас мы добавим сюда две пипетки вот этой черной жижи от компании Dogma и попытаемся понять, действительно ли эта чашка будет куриться с сигарными нотками, будет ли она куриться чуть менее крепко, будет ли она куриться менее химозно-ацетонова. Давайте, короче, пробовать. Ну, я вот налил одну полную пипетку. Давайте, ладно, еще пол пипетки нальем туда, чтобы наверняка понять, сработает или нет. Кладем все это дело под колпак. В общем, я сделал достаточное количество так, чтобы понять, в чем здесь дело и реально работает это или нет. Легкий вывод. В общем, на крепость она никак не повлияла. Сатирка курился на фанале, чуть выше средней крепости, так и курится у меня. Поэтому на крепость она точно не влияет. Я считаю, что это плюс. Нехер делать табаки менее крепкими. Типа, ты можешь разбавить его любым другим легким миксом, легким табаком. В этом смысла как бы не было в затее. Дальше. Прибавляются на послевкусие такие легкие копченые сигарные нотки от этой меласы. Дальше. Дискомфорт. Ну, сатир сам по себе не дискомфортный табак, поэтому здесь мне оценить сложно. Надо было что-то ТХ-шное дико брать, типа, не знаю, моста из старой версии. Сейчас обновленная еще куда не шло курица. Но, в целом, на дискомфортность, мне кажется, тоже мало как повлияет, потому что, как, особо сильно уровень кислотности во всей массе не изменится из-за одной пипетки, только если вы там всю чашку зальете. Поэтому, мне кажется, имеет такой в ананасе ацетоновый привкус, который мне не нравится. Здесь, на самом деле, вот этот привкус химозности действительно сгладился. Типа, он курица менее химозна по вкусу. Да, именно так. Менее химозна курица по вкусу, на крепость это никак не влияет, на ТХ, мне кажется, это тоже влиять никак не будет. Комфортности это вряд ли курению придаст. Возможно, это чисто убьет химозность в вашем покуре и добавит немного сигарных ноток. Нужно это кальянному рынку или нет, решать вам, но я субъективно считаю, что это не нужно, если честно. Мне кажется, это просто попытка заработать лишних денежат с обычной миласы. Вот это как бы субъективно мое мнение. Я бы это покупать себе в работу не стал, если бы я хотел покупать что-то с сигарными нотами, я бы забил туда сигарный бленд табака и все. Если бы я хотел сделать не химозный кальян, я бы купил табаки, которые не химозят, наверное. Если бы я хотел, например, чтобы у меня кальян был менее крепким, то смешай его с другим менее крепким табаком в микс, основывай у тебя будет менее крепкая забивка. В общем-то, вот такой мой вывод. Интересная новинка, возможно, из-за того, что концептуально незакрытый и вот в черновом варианте попало ко мне в руки, я не до конца ее понял, не до конца как бы осознал, но в целом, мне кажется, это ненужная херня. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по поводу вот этой новинки от компании Догма. Следующая новинка, о которой мы поговорим, дорогие друзья, это чаша Джеллато. Делают эти чашки компания Вербунт, это на самом деле коллаборация с кальянным блогером Львом Ромациной. На самом деле, когда я в первый раз в своей жизни увидел дизайн этой чашки, я не думал о том, хорошо она курится или нет, я просто ее захотел. Все из дизайна. Посмотрите сюда. Эта чашка выглядит как рожок мороженого. Мне кажется, это великолепная чашка. По своему дизайн-концепту это очень круто, очень похоже. Вопрос остался только в том, как она курится, поэтому к внешнему виду вообще вопросов нет. Это супер. Прикольно, нравится? Клево смотрится. Мне лично очень понравился дизайн, поэтому давайте посмотрим, как это курится. Я понимаю, что эта чашка такая, да, несерьезная, забавная, смешная, милая. Если у вас какой-то очень стильный, крутой кальян, то, типа, вряд ли она туда подойдет. Скорее всего, это просто так, чтобы было, чтобы было интересно, прикольно и забавно. Давайте пробовать. Наша чашка прогрелась, дорогие друзья. Курим-микс под названием латинская помадка. Нам для этого необходимо Сибера-ананас, Сибера-кактус и Сибера-ваниль в равных пропорциях. По чашке. Значит, внутренняя сторона, внутренняя поверхность у нее в глазури. Это означает, что не будет лишней впитываемости миласы в чашку, а это означает, что будет максимально возможная яркость вкуса при раскрытии. С первого раза, возможно, это будет не самый яркий покур, но со второго-третьего раза эта чашка раскроется как следует, потому что внутри все равно она не заглазирована, а значит, будет немного красть аромку. Но это не так страшно. В принципе, она курица ярко достаточно, хорошо передает вкус. Я уже сделал ТАК-30 на ней, достаточно стабильно держит жар, нету никаких перепадов, я не ощутил, по крайней мере, ничего, что могло бы меня пока что смутить. Но опять же, да, о чем я и говорил, она смотрится мило и прикольно, она реально смотрится мило и прикольно. Но, если мы берем, например, вот эта обновленная версия, кстати, Альфа Хуки Икс, Вандал, видите, она там с золотыми вставками, с брелочком, в общем, стильный кальян, тем более на такой хрустальной колбе, да, это смотрится, типа, круто. И мне кажется, сюда бы подошла чашка, например, от Облака, в коллаборации с Душой, черная, матовая, она бы не смотрелась куда уместнее и кручили, возможно, с какими-то золотыми вставками. Ну, в общем, дизайн у этой чашки действительно прикольный и милый, но вот в таких крутых сборках, в таких, да, концептуальных коленах она может смотреться немного, ну, типа, неуместно, как мне кажется, однако, это не террестепенное, почему стоит выбирать чашку, вот и все. Респект, короче, ребятам из Вербунд и Льву за такой прикольный коллаб. В Москве произошли маски, шоу и обыски, не оба у кого, а у компании Evergreen. Это, между прочим, эксклюзивные дистрибьюторы и единственные в России электронных сигарет Ашкуди. Слыхал про это? Знаешь, сколько у них денег отобрали? Окей. Да, денег у них в наличке отобрали 600 миллионов рублей и продукции, по-моему, 150 тысяч единиц электронных сигарет. Если не ошибаюсь, на 10 миллионов долларов на помощь. Точно не помню, суть. Они прям к ним в офис, прикинь, приехали в Москва-Сити, ворвались, морды всех в пол, потом их всех увезли, короче, на склады и прям прилюдно там всех начали все это разбирать, собирать. В итоге, ты знаешь, что на генерального директора и на всех вот этих остальных, кто был приближен к нему, завели уголовные дела и сейчас уже идет следствие полным ходом. Ребятам точно не повезло. Давайте послушаем комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве были задержаны шесть человек, трое из которых граждане иностранных государств. Они подозреваются в хранении и сбытии продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенными группой лиц. Предварительно установлено, что злоумышленники организовали международный канал поставки в столицу крупных партий немаркированных сигарет. Никотиносодержащая продукция ввозилась в Россию из Восточной Азии под видом мелких бытовых приборов. Чтобы легализовать товар, фигуранты изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества. В дальнейшем сигареты поставляли в торговые предприятия и продавали через интернет-магазины. Оперативники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции направили распространяемые изделия на экспертное исследование. Было установлено, что содержание никотина в них значительно превышает заявленное на упаковке, что представляет опасность для жизни и здоровья потребителей. Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в местах жительства участников группы и в используемых ими офисных и складских помещениях были проведены обыски. По сути, их за что набутыливают сейчас? За то, что они привезли якобы сюда немаркированную продукцию, да? Вот, например, мы как бы у них же закупались, больше не у кого, эксклюзивный дистрибьютор. Я вот в наших магазинах, допустим, ни разу не встречал немаркированную шкудиху. Я встречал их, в принципе, немаркированные, но, скорее всего, это были подделки, а может быть и нет. Мы не знаем, но, по крайней мере, все, что проходило через нас, это было все маркированное. А не попахивает ли это не попахивает ли это рэкетом 21 века? А это мы узнаем в ближайшее время. Да, да. Если как бы в ближайшее время что-то типа а-ля как эти ребята Фортуна, да, назывались? Ну, не назывались, а называются. Называются? Ну, в общем, если в скором времени вдруг неожиданно Фортуна станет исключительным дистрибьютором о шкуде в России, то, в принципе, это похоже на право. Мы не знаем наверняка, мы не собираемся утверждать, это просто наши догадки, да? Похоже на то, что просто пару ребят хорошую нишу для заработка нашли. Возможно, где-то что-то не так сделали, и тут их решили как следует прижать. Там было сказано про то, что их там ввозили как электронные бытовые приборы, я не знаю. Да, да, да. В принципе, есть ли способ официальный по-другому электронки, они... Я не знаю, но вообще электронки... У них свидетельства вообще и сертификаты эти все прилагали, они нам приборы... Ну, видишь... Там везде аж худые, вкусы... Представитель МВД России Ирина Волок утверждает, что все эти сертификаты являлись поддельными. Также она же сказала, что они отдали все эти электронные... Ну, какую-то часть на экспертизу лабораторную, которая выявила, что концентрация никотина в них превышает во много раз... Да, типа, это что такое? Там же не только концентрация важна, еще и усваиваемость этого никотина, уровень кислотности. Им-то разницы нет, им видно, что... как бы, но... Да, но это тоже нельзя так оценивать, да, уровень никотина. Вот, например, в овердозе в табаке концентрация никотина типа, в несколько раз больше, чем в табаке Танжирс, но ты, если откровенно возьмешь и покуришь две одинаковые чашки с этими табаками, ты поймешь, что Танжирс, куда насыщеннее и крепче по курению, нежели там, допустим, тот же овердоз. Ну, в общем, что-то мы углубляемся в кальянную тематику, здесь суть какая? Электронные сигареты потихо выжимаются из нашего рынка, да? Это... Ну, не скажи, что это прям плохо, потому что вот как раз-таки вот в этом промежутке времени, пока у них это все, скажем так, пока временно отобрали, и, возможно, кто-то в стиле Потанина сейчас что-то там купит себе, да, и будет этим всем заправлять, у нас есть время, чтобы как можно больше людей, короче, привлечь на правильную сторону, на сторону кальянов. Поэтому, дорогие друзья, бросайте и сигареты, и электронки, и курите только кальяны. Вот, это очень правильная рекомендация. Но, но, Минздрав предупреждает, курение опасно в любом виде, а то сейчас опять, как напишут нам. В общем, не повезло ребятам из-за шкуди, они наделали делов, нарвались еще и на уголовочку, теперь их преследовать будут ближайшие несколько лет все вот эти нервотрепки. Не знаю, как долго протянется это дело, учитывая, что у них достаточно много денег, они смогут нанять себе хороших адвокатов и юристов, но все равно ситуация не из приятных. Не из приятных, хорошо развивались, дело шло, но, видимо, ребята из МВД разглядели там какую-то грязь и решили ее немного сковырнуть. Собственно, надеюсь, что у ребят все уладится, все устаканится, их не закроют на очень уж долго, и надеюсь, они найдут взаимопонимание, и этот рынок электронных сигарет перейдет в руки кому-то, кто справедливо всем этим сможет воспользоваться. Последние слова оператора по этой ситуации. Что ты думаешь? Это уже вроде все сказали. 600 миллионов рублей. Давайте к следующей новости. 600 миллионов рублей на лон, странно. Да, это да, 600 миллионов на лон лежит. Да, вообще странно. Тоже нужно, да, это тоже подозрение. Кстати, это камень в огород уже представителей исключительных дистрибьюторов Пашкуде. Зачем вам что-то мультов наличкой? А что это у вас так много наличек? Откуда она? А ну покажите, докажите. Они не смогли показать, доказать? Ага, значит, это поддельная сертификатов нет, того нет. За это уцепились. Раскручивай, раскручивай его. Давай не останавливайся, не останавливайся. Кручивай. все, ладно, давайте, короче, там все понятно. Ребята попались, их набутылят, скорее всего, все будет печально. Пожелаем, то есть для всех. Следующая новость. Следующая новинка, которую мы обсудим, дорогие друзья, это коллаборация двух брендов. Значит, это бренд облака, который делает чашки, и бренд табака под названием Бонча. Вы все знаете эти бренды, давайте покажем, что тут да как. В общем, начнем с чашки. Здесь обычная форма облака, но здесь есть нанесение в виде араба, курящего кальян. И здесь вместо колбы нарисовано яблоко. Я полагаю, что это вкус зеленого яблока, не полагаю, а это так оно и есть. Если мы посмотрим вовнутрь этой чашки, мы увидим, что это похоже по форме на облако флоу. Помните, да, вот этот колпачок, его задачей является дополнительный обдув смеси для более сильного раскрытия вкуса по яркости. Скажу свое мнение, эта хрень не работает. Короче, это флоу, млоу, это все понты, как по мне оказались. У меня яркость была максимально одинаковая и на обычном прямоточном облаке, и на облаке флоу. Один и тот же табак, практически одна и та же забивка, поэтому это скорее маркетинг, возможно прикольный, но, как по мне, не совсем рабочий. Если не согласны, пишите, возможно, я что-то сделал не так в комментариях, да, там, как что забить, чтобы это почувствовать. Но мы не об этом. Мы сейчас просто попробуем сейчас все это все вместе покурить, потому что, мне кажется, если вот это должно вот в это забиться, должно же куриться очень ярко, они же не зря коллаборировались. Вот, вот, кстати, что я имел в виду? Помните, я говорил, когда мы рассматривали чашку джелата, что она хоть и милая и прикольная, но иногда общий концептуальный вид кальяна может своей милостью попортить. Вот, что я имел в виду. Вот такую чашку берешь, черно-золотую, да, я говорил, просто облако черное, а вот есть облако бончо, она здесь больше подходит по стилистике, поэтому вот концептуально, конечно же, с чашкой джелата ваш кальян может не смотреться, но мы сейчас не о джелата уже говорим, мы говорим о бончо. Давайте, в общем, забьем мы эту чашку, прогреем ее и попробуем этот вкус на этой чашке. Если они сделали коллабу, значит, оно должно курицать на этом очень ярко. Если не курица, очень яркий вкус, значит, все это зазря, правильно? Правильно, забиваем. Стоит отдать должное, забивается, кстати, эта чашка очень удобная. Ну что ж, дорогие друзья, я сделал достаточное количество тяг, чтобы сказать вам все, что я думаю по этому продукту. Коротко, это вкусно, это на туре вкусно, здесь есть легкие ноты аниса для тех, кто их не любит в яблочных вкусах. Сразу вас об этом предупреждаю, но мне этот вкус зашел. Это зеленое яблоко, яркое, насыщенное. У него очень мягкая, комфортная крепость. Не знаю, дело здесь в моей забивке, скорее всего, да? Ну и чашка тоже дает о себе знать. Классно заходит. В общем, коротко. Ребята, молодцы, что скооперировались, потому что у них получился крутой коллаб. Не знаю, ну типа чашка, это облако, да? Ничего особенного, я думаю, такое же облако, как и все остальные их чашки, просто вот вместо классической вот этой шапки Flow у них шапка в виде звездочки из золотого оттенка. По курению комфортно, вкус классный. Бончо вообще, в принципе, делает интересные вкусы, поэтому за этот коллаб респект. Поехали дальше. Следующая новинка, о которой мы с вами поговорим, дорогие друзья, это опять коллаборация, но в этот раз это коллаборация табака вместе с кальянным блогером. Итак, дорогие друзья, бренд Наш сделал три вкуса совместных с Давой Дымом. Кто из вас не знает, это, между прочим, один из самых старых кальянных блогеров России. Очень прикольный тип, и самое главное, с мозгами в кальянной индустрии, понимает, что вкусно, а что нет. Мы сейчас попробуем все их три вкуса и дадим оценку. Первым пойдет киви-сельдерей. Необычное сочетание, согласен. Я на самом деле вот этот вкус уже курил, и сразу скажу, он мне зашел. Я вообще люблю необычные сочетания в кальянах, потому что все обыденное уже кажется скучным мне. Я курю очень много подряд, все, что угодно, все, что мне засылают производители, поэтому я всегда обращаю внимание, в первую очередь, на необычные сочетания вкусов. Здесь киви-сельдерей, у меня даже, ну, в голову никак не приходило такое что-то миксануть. Здесь они это сделали в готовом вкусе, и это действительно удачный вкус. Мы пробуем вкус арбуз-ягоды, по-моему, так он называется. Да, арбуз-ягоды, но из названия понятно, что это. Здесь в основе чувствуется арбуз, причем классный, не ацетоновый, не химозный, как правило, это бывает у большинства производителей. Вкус ягод здесь абсолютно фоновый, подчеркивающий, скажем так, основной вкус арбуза. Но в сравнении с киви-сельдерей этот вкус куда менее интересный, поэтому оставим этот вкус для девочек и типичных кавказцев в чайхане, которые, я свое усмотрение, братишка. И заключительный вкус, который мы пробуем, называется Йошта. Странное название, однако, для тех, кто не знал, есть такая ягода, это гибрид черной смородины, растопыленного крыжовника и крыжовника обыкновенного. Если честно, я сам не знал, просто сумничал, типа знал. Вкус на самом деле приятный, необычная ягода, я по-моему в жизни никогда ее не пробовал в принципе, сочетание интересное. Да, но, но, из всех трех вкусов я считаю, что самый крутой вкус это киви-сельдерей, потому что он самый необычный в своей игре красок-аромок. Эти вкусы достаточно обыденные, банальные, понятные, но я не скажу, что они прям вау, а вот этот вкус, он клевый, интересный и прям вау. Погнали дальше. Следующие новинки, которые мы рассмотрим, дорогие друзья, это два новых вкуса от компании Хулиган. Первый вкус, который я буду пробовать, это вкус бу. Это типа что-то страшное, это типа страшилка, концепция такая. Но это вкус яблока-гранат. Вообще, яблоко с гранатом, это должно быть интересное, необычное, кисло-терпкое сочетание, как я себе это представляю. Но здесь есть какие-то посторонние привкусы. Чувствуется легкая ацетоновость, я не знаю, скорее всего, это аромка яблока, но я бы не сказал, что этот вкус мне нравится и курица типа вкусна. Мне этот вкус, к сожалению, не очень зашел. Вообще, у них до этого палитра была такая достаточно хорошая, не было вкуса, который бы вызвал у меня какое-то отторжение. Все их вкусы были крутые, а самый топовый вкус для меня по сей день это грин-квин. Это отличный зеленый чай с медом и мятой. Но вот яблоко-гранат, мне кажется, у них не очень удался. Вот так. Давайте попробуем следующий вкус. Это вкус OG. Типа, это клубника-ревень. Давайте пробовать. OG, типа, All Gangster. Что-то такое имелось в виду, да? OG, это же All Gangster. Ну, вот это больше похоже на хулиган. Комфортное курение без каких-то химозных привкусов, без ацетоновости. Очень приятная клубника. Она такая натурального вкуса, однако, ревень здесь совсем что-то непонятный. Вроде есть что-то травянистое такое, но это не концентрированный вкус ревеня. Но вкус классный, он курица приятно, он курица вкусно. Пускай не до конца разобрал, что там из чего, но клубника здесь встречается хорошо, ревень неаутентичный, просто присутствует какая-то зелень по вкусу. В общем, интересный ягодно-травянистый микс. Этот вкус мне зашел, а этот вкус мне совершенно не зашел. Вот так, дорогие друзья. В принципе, хулиган это молодой бренд, поэтому у них все впереди, они будут развиваться, будут улучшать какие-то вкусы, какие-то скорее всего будут убирать из палитры своей, но мне кажется, что этот вкус не очень удачный. Поэтому, Саша Новакули, субъективно мое мнение, братишка, вот это прям не очень, а вот это прям кайф. Но да, опять же, Green Queen по топу это пока не дотягивает. Green Queen пока самый любимый вкус в вашей палитре для меня. Что ж, давайте дальше. Я понял, я понял, короче, почему я здесь не ощущаю вкуса ревня. Или вообще так можно говорить? Да пофиг, вы поняли, о чем я. Короче, здесь нет вкуса ревня, потому что я только что позвонил производителю Саши Новакули и поинтересовался, мол, я вот курю, есть вкус клубники, есть, что-то травянистая, но это не похоже на ревень. И он говорит, потому что там нет его аромки, а там другая аромка, это аромка уаны. Это запрещено, нельзя ни в коем случае, но это всего лишь аромка, это всего лишь вкус, там нету действующего вещества, поэтому это просто такой хулиганский вкус клубника с марихуаной, типа, имейте в виду, захотите, попробуйте. Интересное сочетание, ничего не скажешь. Следующие новинки, о которых мы с вами поговорим, дорогие друзья, это два новых вкуса от компании Blackburn. Сейчас я курю вкус чизкейк. Я его на самом деле уже курил, поэтому не буду здесь выпендриваться, мол, что там, как там, там вкусно. Действительно, это отличный, сдобный вкус, это отличный вкус чизкейка, очень аутентично, очень похоже на чизкейк, который делал раньше Дафт. В общем, мне кажется, эта ниша теперь займется чизкейком от Blackburn, потому что действительно ярко и насыщенно и приятно. Давайте пробовать Тик-Так. Вот Тик-Так, я как раз таки вообще ни разу не пробовал, поэтому сейчас будет вот это, а что там, а как там, а в натуре. Никита, у тебя же есть Тик-Так? Ким мне Тик-Так, надо сравнить. Я скажу так, дорогие друзья, что-то в этом вкусе есть похожее на Тик-Так, и это апельсиновость, и все. Вот этой конфетной сладости я здесь не ощутил, на самом деле, ну, давайте еще покурим. Да, здесь концентрированно больше преобладает вкус именно апельсиновый, но когда ты начинаешь Тик-Так разжевывать, там проявляется более сладкий конфетный привкус, здесь этого привкуса, мягко говоря, не хватает, поэтому это не аутентичный Тик-Так, это просто вкус апельсина с легким привкусом какого-то дрожжа. Если чизкейк это аутентичный, классный, яркий чизкейк, то с Тик-Таком я бы не стал делать таких выводов. Вкус так себе. Нет, ну реально так себе. Типа как просто вот плохой апельсин по вкусу. А вот чизкейк это отличная сдоба, отличная база для миксов любых малиновый, клубничный, банановый, шоколадный, ванильный любой чизкейк можно сделать. Да, все, точно, чизкейк топ, Тик-Так не топ. Blackburn, новые вкусы, коротко и ясно, погнали дальше. Следующая очень важная новость для нашей кальянной индустрии, дорогие друзья, вот здесь у меня в руках, находятся. Что это? Это лабораторные исследования, которые провела группа ученых. Они взяли немытый кальян, грязный, прокуренный, сделали смывы и мазки с самых критических точек этого кальяна, смогли на основе вот этих смывов и мазков определить, какое количество и разновидность бактерий там обитает. Почему это важно? Потому что все вот эти лабораторные исследования смогли они донести на стол к Роспотребу. И вы не поверите, и ты, оператор, тоже Роспотреб их заценил. Типа, реально сказал, это то, что надо, правильные исследования. Мол, опять же, возвращаемся к вопросу, почему это важно? Да потому что это позволит нашей индустрии в будущем создать чистящее, дезинфицирующее средство, которое будет удовлетворять все пожелания Роспотреба. И это еще один шаг, еще один шаг к, скажем так, узакониванию всей нашей кальянной индустрии, к максимальному легалайзу. Если мы сейчас работаем в рамках разрешенных, но с какими-то ограничениями в отсутствии определенных акведов или чего-то подобного, то как раз-таки вот такие лабораторные исследования и смогут позволить определить нормативы, по которым мы сможем получить акведы и последующие разрешения на полноценную деятельность. Я знаю, что вот этими лабораторными исследованиями также заинтересовалась Ася Закатова и пыталась их не раз использовать для продвижения наших с вами общих целей, но пока что это не удалось. Но вы знаете, если ко мне что-то такое в руки попадает, я же это все раскручу. Я уже договорился со всеми ими, дорогие друзья, мы поедем с ними, у них в лаборатории полноценный обзор, что будет происходить с вашей шахтой и с вашим организмом и с вашим здоровьем, если вы не будете правильным, должным способом за ней ухаживать. Что ты вообще думаешь по поводу вот этих замутов от вот этих ребят, Антоша? Первое, то, что ты сказал, попало в руки Роспотребнадзора, я его все во всех закрыть. Когда они увидели это исследование. На самом деле, да, сначала так и было. Когда они увидели исходные исследования, они сказали, что вы что, ребята, это нужно все как бы упразднять, но люди там все-таки оказались лояльны, люди оказались понимающие, и осознали, что если есть лабораторные исследования, которые показывают четкую концентрацию и разновидность бактерий, значит может быть и эликсир от всего этого, верно? А если есть эликсир, то проблем никаких не должно быть. Понимаете, это то же самое, как вот ресторанный бизнес и посуда, да? Вот посуду, чтобы мыть в ресторане, там есть четкий регламент, как это должно делаться, в какой последовательности, какими веществами должно все это обрабатываться, да? Моющими, дезинфицирующими и только после этого ты можешь подавать посуду гостям, да? Которые пришли к тебе в ресторан. Вот здесь все ровно то же самое необходимо сделать. Есть база исследований вредоносности и бактерий, на основе этой базы мы составляем и создаем, допустим, какое-то дезинфицирующее средство, которое в скором времени, допустим, становится обязательным, да? Для использования в кальянной индустрии, в кальянных вообще, в принципе, при посещении ты должен, типа, замывать свое оборудование как следует. Это очень правильное исследование и очень нужное для того, чтобы вы когда-то смогли прийти в налоговую и сказать АКВЭТ кальянный клуб, да? И вам его зарегистрировали. Вот это очень важно. Приняная тема все-таки она такая, тоже плавающая, как ты сказал, пока, поэтому будут два пути, да? Либо они увидят, скажем, все закрыть, либо все-таки давайте разберемся и сделать. Так не будет. Это зависит от тех людей тоже, наверное, которые вот этим сейчас пытаются заниматься. Так не будет, ближе и ближе к тому моменту, когда ее узаконят. Вот, например, акциза на табаках, да? Они появились уже на всех кальянных табаках. Помнишь, буквально 5-6 лет назад половина производителей лепили и продавали без акциза, потому что за этим никто не следил. А потом черный рынок кальянной индустрии начали убирать, на Севас все больше и больше проверок, все меньше и меньше черного рынка. Получается, что они все-таки заинтересованы в том, чтобы узаконить кальянную индустрию. И если Роспотреб тратит на это время, да, и говорит, ладно, мы это будем исследовать, мы в это будем вникать, мы с этим будем работать, значит, что скорее всего, скорее всего, по логике вещей все будет хорошо в нашей индустрии. И очень круто, что появляются наконец-то какие-то умы, да, которые заинтересованы в том, чтобы проводить нормальные, полноценные исследования. Это очень круто. У меня было очень много желания это сделать, но не так много возможностей, потому что это такая закрытая сфера, да, где нужно вкладывать десятки миллионов рублей на исследования. Что ж, теперь у нас появился канал, где мы сможем это сделать для вас и все это вам показать. Мы поедем в эту лабораторию, мы снимем все эти посевы, все эти смывы, все вот эти мазки, весь процесс вам покажем и покажем, что может случиться. Я хочу это все заснять, Антош. Я надеюсь, что у нас это получится, мы уже примерно договорились, поэтому скоро для вас будет исключительный контент с исключительной информацией о том, как наш бизнес может стать белым и пушистым. Четко. Что ж, это очень важная штука, ждите обязательно на этот обзор, я очень буду над ним стараться, будем снимать его не одну неделю, потому что на это уйдет много времени, химические лабораторные исследования, это действительно очень долгий и такой сложный процесс, поэтому круто. ты что думаешь вообще, вот подытоживая, это четко или не четко? Это четко, конечно. Это супер четко, если еще и будет какое-то средство, да, прям, которое вот по ГОСТу рекомендуется и обязуется в использовании, это вообще упростит жизнь всем кальянам. Что ж, мы эту тему раскроем куда подробнее в будущем, а сейчас к следующим новинкам. Итак, дорогие друзья, следующая новинка уже у нас на столе, это вот такая огромная коробка Overdose, это дочерний бренд компании Burn, они сделали линейку табака типа очень-очень-очень крепкую и очень насыщенную никотином. Компания Fedotov Group проводила исследования, пыталась понять, в каком продукте больше всего концентрации никотина и именно Overdose показал максимальное количество никотина, больше, чем у Tanja, по-моему, почти в два раза. Но, но, я уже об этом говорил, повторюсь еще раз, концентрация никотина не так важна, как уровень кислотности и усваиваемости этого никотина. Да, никотина может быть очень много, но он не будет усваиваться, вы можете его курить, но он не будет работать. Поэтому, важен в первую очередь уровень кислотности и уровень усваиваемости. Палитра здесь из 14 вкусов, в общем, все вкусы у меня в коробке, фасовки вот такие большие, по-моему, здесь 200 грамм. Короче, фасовки вылетают на экране, вы наблюдаете цену и фасовку. Я коснусь самых важных аспектов, это крепость, да, вы знаете, что я курю крепко, я могу курить и десятки, и сотки, в общем, давайте пробовать и давать свою оценку. Я начну со вкуса пич айсти, вот эти вкусы я уже попробовал, из всех этих вкусов мне зашел марачино черри, он не очень похож на танжовский, но он тем не менее вкусный, немыльный и очень приятный. И мне зашел арбуз сахарный, по-моему, да, это был сладкий вкус арбуза, прикольный, где он? Вот он, сахарный арбуз, вот его я курил, он прям такой насыщенный, арбузный, и что самое важное, не ацетоновый и сладкий. Давайте пробовать два этих вкуса, сейчас я буду пробовать пич айсти. Опять же, да, это что-то в сторону танжа, но вкус не один в один, он менее насыщенный, у танжа он был более яркий, однако марачино черри, например, тоже насыщенная очень, но, опять же, не похоже. Этот вкус понасыщенный уступает марачино черри по крепости. Как по мне, лично по мне, это выше в средней крепости, да, это где-то шестерка, семерка по моей шкале, это не прям крепко, это может курить, в принципе, мне кажется, почти каждый среднестатистичный курильщик Каяна, который, в принципе, курит в среднюю крепость, то есть, ты это точно, мне кажется, осилишь. Это не прям, типа месть королевы Анны от сатиры, если то ты прям тянешь и чувствуешь, как твои легкие вот так вот сжимаются, то здесь я могу сделать полную тягу вообще вот так вот. Легко, и даже никакой давки прям стильной в районе легких я не ощущаю. А также здесь нет дискомфорта, табакуется достаточно комфорта, нет ТХ, нет ударов по городу. Поэтому, в целом, это такой, знаете, продукт, который необходим был Берну для того, чтобы добрать еще в свою коллекцию крепких курильщиков кальянов. У них есть и легкие продукты, и средние продукты, и вот они сделали что-то очень крепкое, ну, по их мнению, и по мнению рынка, по моему мнению, это не так прям крепко, могло быть намного крепче, это чуть выше средней крепости, но в целом, имейте в виду, есть такая линейка, мне кажется, Блэк Берн все-таки круче, Блэк Берн круче, потому что он не прям сильно уступает по крепости, ну, по ощущениям, да, Блэк Берн это чисто средняя крепость, но палитра вкусовая, пока что у Берна, конечно, пошире, поинтереснее, попривлекательнее. Здесь вкусовая палитра достаточно классическая, однако она разбавлена такими околотанжевскими вкусами. В общем, попробовать стоит, потому что курица, в принципе, неплохо, Берн знает, что делает, у них уже опыт большой в работе с Миласой и с табаками, поэтому им, в принципе, можно доверять и пробовать их новинки. Не все, не все, да, мы помним, что Б3, Питер Ральф, это говнище, еще то, типа вообще к этому лучше даже не притрагиваться, мало того, что это невкусно, это еще и суперлегкое, нерабочее, короче, эти продукты от Берна мне вообще не зашли, а вот типа Блэк Берн, он Блэк Берн, типа класс, а вот Овердос, еще под вопросом, но если его дорабатывать, да, в крепкой сегментации, это может получиться достаточно неплохой продукт, поэтому пожелаем ребятам удачи в развитии и побольше интересных новых вкусов и интересных сочетаний. Направленность Танжа неплохая, типа Танжа это круто и повторять вкусы, как бы это не страшно, главное, чтобы они были или такие же, или лучше. В общем-то все, это по Овердозу, по мне, короче, не крепко, самый главный вот ответ на ваши вопросы, это для меня не крепко, для вот курильщика со стажем это не крепко. Следующая новинка кальянной индустрии, дорогие друзья, это новый вкус от компании Сатир под названием Коко Джамбо, кальянной индустрии из-за своей презентации, из-за своего маркетинга. По сути, это вкус конфеты Рафаэла, да, то есть это орех, молочно-ванильная основа и поверх кокосовая стружка. Я на самом деле собирал этот микс из других табаков, это был Дафта Орех, это была ваниль от Сибера и это была кокосовая стружка, но кокос от Щербетли. Получалось очень похоже, аутентично и очень вкусно. Сегодня мы пробуем готовый микс от Сатира и даем оценку. Это похоже, это похоже. Здесь яркий, правильный кокос, очень подходящий к этому миксу. Не хватает здесь ванильных сливочных нот в этом вкусе, откровенно говоря. Ореховость присутствует на послевкусе, как и вот в случае, если ты ешь конфету Рафаэла, раскусываешь орех последним, и он остается именно на послевкусе. Однако, в основе здесь не хватает немного сливочных нот, как по мне. Вкус интересный, вкус правильный, нужный. Рафаэла это топовая конфета, культовая конфета, которую знает весь мир и которую все любят, как правило. Но здесь не хватает конкретно сливочных, кремовых нот, чтобы этот вкус был концептуально закрыт, максимально аутентичен и правилен. Поэтому пока что это я бы отправил на переработку, но тем не менее это правильное направление, стоит этот вкус доработать, сделать его более кремовым, опять же, и тогда он будет больше похож на оригинальную конфету Рафаэла. Я на самом деле уже курил этот вкус, поэтому не в первый раз его курию, даю такую подробную рецензию, поэтому. Вкус интересный, надо дорабатывать. И еще, зацените вот этот треугольный шланг. Наши друзья начали производить такого форм-фактора шланги, они уже есть в наличии, поэтому можете по ссылочкам в описании находить, если интересно, тоже присмотреть. Ну что ж, дорогие друзья, это был обзор на все самые достойные вашего внимания кальянные новинки и новости кальянной индустрии. Как я и обещал в конце этого обзора, мы разыграем одну модельку новых шахт от компании Миша из Майшиша в расцветке хаки. Участвовать в конкурсе Very Simple, дорогие друзья, вам необходимо будет перейти в описании по ссылке в наш телеграм-канал Hooka Time, и там будет пост, посвященный розыгрышу этого кальяна, и необходимо будет нажать на кнопку «Я участвую» и быть подписанным на наш телеграм-канал. Это все условия, заходите, переходите, подписывайтесь и участвуйте в конкурсе, надеюсь, конкретно тебе повезет забрать эту шахту. Всем большое спасибо за внимание, дорогие друзья, с вами, как всегда, подойдется, был опять я, Айк, а вам, как всегда, подойдется, необходимо подписаться на мой канал на ютубе, вступить в нашу группу ВКонтакте Hooka Time Club, подписаться на наш инстаграм Hooka Time Club, подписаться на все наши телеграм-каналы, которые существуют, быть молодцом, купить правильные кальяны и любить своих женщин. Всем большое спасибо за внимание, дорогие друзья, всем удачи, всем пока-си-и! Субтитры сделал DimaTorzok